Здравствуйте, добро пожаловать в пресс-центр известий. Сегодня 5 февраля день, когда могла открыться новая страница истории. Страница страшная. Дело в том, что именно сегодня заканчивался договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. И вот договор последний в архитектуре мировой безопасности, который Трамп упорно оказывался продлевать. Ну и вот сразу с приходом Байдена тот позвонил в Кремль, чтобы все исправить. Договор продлен на 5 лет, продлен на условиях Москвы, то есть без каких-либо дополнительных условий. Так что же это было все-таки? Возможность насолить оппоненту? Какая-то дипломатическая игра или все-таки желание вместе с нами разделить вопрос безопасности всей планеты? Обсудим сегодня в рамках нашего круглого стола с нашими гостями. Сегодня у нас на видеосвязи Евгений Бужинский, председатель ПИР-центра, вице-президент РСМД. Абревиатура «Грозная», но расшифровывается чуть иначе. Это Российский совет по международным делам. Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО «МИД России», консультант ПИР-центра и также эксперт РСМД. Андрей Павлов, руководитель программы стратегического исследования Санкт-Петербургского государственного университета. Ну и рядом со мной Дмитрий Степанович, научный сотрудник Центра международной безопасности, национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений МГИМО «Российская академия наук», также эксперт РСМД. Итак, нотами о продлении договора обменялись. Со всех концов уже света получили приветственные сообщения на этот счет. Евгений Петрович, а что все это значит? Вот гонка вооружений, а как следствие, возможно, и ядерная война остановлена? Здравствуйте, во-первых. Во-вторых, ну что значит ядерная война остановлена, гонка остановлена? Гонка вооружений – это такой, знаете, пропагандистский штамм. А модернизация ядерной периоды, она идет, она идет у нас, она идет в Соединенных Штатах, все программы запущены, профинансированы. Другое дело, что если бы не было продления договора, эти программы бы просто осуществлялись в условиях полнейшей нетранспарентности и, соответственно, непредсказуемости. А учитывая, что, ну, как принято у военных, всегда каждый из сторон склонно переоценивать несколько возможностей противоположной стороны, то это такие-таки хорошие условия для, ну, как вы сказали, гонки вооружений. Другое дело, что я абсолютно уверен, что даже если бы не было договора, количественной гонки не случилось бы, потому что, ну, наступать на те же грабли мы бы не стали. Да и у американцев уже ресурсы не безграничны для того, чтобы беспредельно наращивать свой ядерный потенциал. Да это и не нужно. Я всегда говорил, что, собственно, побудительная причина, почему в конце 60-х начался процесс ограничения ядерных стратегических потенциалов, когда стороны, в общем-то, накопили по 30 тысяч боезарядов с каждой из сторон, что уничтожать эту планету 10 раз нет никакой необходимости. Вполне достаточно одного раза. Поэтому вот качественная, да, она уже началась, она идет, ее не остановить будут появляться новые системы вооружения. Теперь звук, планирующие блоки. Насчет крылатых ракет с ядерными двигателями, ну, посмотрим, пока идут испытания, будут ли, так сказать, эта система, наша, буревестник, принята на вооружение и в таких широких масштабах. Не знаю, посмотрим. Очень хорошо, что стороны продлили договор, потому что я вам даже могу сказать, что в Соединенных Штатах вот это вот упорство по, вернее, желание не продлить договор, это, по-моему, вообще-то такая, знаете, позиция от республиканских неаконов, которым Трамп прислушался. Потому что вот я достоверно знаю, что американские военные, вне зависимости от того, какая администрация у власти, был ли это Трамп или Байден, они всегда выступали за продление договора, потому что для них отпустить Россию, ну, как говорится, на вольные хлеба и ничего не знать о том, что делается в России с ядерными вооружениями, для них, конечно, это очень такая ситуация неприятная. Ну, тут существует мнение, что техническими средствами разведки, в частности, спутниковой группировкой, и, возможно, компенсировать. Возможно, но только частично. По оценкам специалистов, где-то процентов, ну, на 60, не более. Ну, потому что со спутника, ну, мало того, что российская территория закрыта облаками, а основа российской ядерной триады – это мобильные комплексы наземного базирования, поэтому, когда территория закрыта густой облачностью, в общем-то, отследить становится затруднительно. Более того, вы не можете, так сказать, в отличие от инспекции на местах, подойти к комплексу и открыть крышку и посчитать, сколько боезарядов на платформе. Из космоса этого не сделаешь. Поэтому то, что договор продлен, это хорошо. Появилась уверенность, что, ну, на ближайшие, я считаю, по крайней мере, там, около четырех лет, потому что неизвестно, кто придет к власти через четыре года в Соединенных Штатах, какая администрация и какая у нее будет позиция по этому вопросу. Тем более, что единственное, так сказать, условие, которое американцы… Это не условие даже, а просто такое пожелание, чтобы сразу же после вступления договора в силу начались консультации, переговоры по заключению, по выработке нового соглашения в области СНВ. Об этом сказал и Сергей Алексеевич Рябков, что мы готовы к таким переговорам. Но, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, конечно, это нормальная практика, пока официальные позиции сторон не озвучены. Если вот поэтому в отношении будущего у меня такой, знаете, сдержанный пессимизм. Потому что если американцы вернутся к тому набору условий, которые выдвигала администрация Трампа, а это участие в соглашении Китая, учет новых типов вооружений и самое главное распространение положения договора на все типы боезарядов, включая и нестратегические, то, конечно, ну, с моей точки зрения и пяти лет может не хватить на выработку такого соглашения. Ну, вкратце, Китай, ну, абсолютно нетранспарентная в плане своего потенциала государства. Магическая цифра 30-300, а в прошлом году вообще 280 боезарядов, которые они публикуют во всех справочниках последние 25 лет. Они у меня лично доверие не вызывают. Игорь Петрович, мы подробнее чуть-чуть про Китай еще поговорим, о будущем в том числе, потому что это действительно очень интересная и важная тема в рамках той, которую мы обсуждаем. Я бы хотел еще обратиться к прошлому, ведь это уже не первый договор, а переговоры по СНВ, в которых вы участвовали, в некоторых, в смысле, за которыми вы наблюдали, в некоторых и участвовали. Это всегда так сложно происходило, порой спонтанно, или сейчас это был особый случай? Ну, это не особый случай, просто когда заключался, например, договор СНВ, или пражский договор, или СНВ-3, как его называют, там ситуация была более понятная, потому что истекал договор СНВ-1, была администрация Обамы, достаточно уже продолжительное время, переговоры о том, как будем ли мы продлевать, не будем ли мы продлевать, велся на протяжении нескольких лет. И я помню, вот в мае 2008 года мы впервые с послом Антоновым встретились с американцами в Риме и договорились по рамкам этой договоренности, что договоренность должна быть не такая обременительна, прежде всего с финансовой точки зрения, но там целый ряд принципов. И после этого переговоры были запущены, и учитывая, что мы договорились, что договор будет основываться, в принципе, на всех процедурах проверки, обмена информацией на договоре СНВ-1, они были завершены в достаточно сжатый срок. А предыдущие договоры, ну, начиная с конца 60-х годов, я еще раз говорю, это Кубинский кризис, стороны осознали, что мы находились на грани ядерной войны, взаимное уничтожение, было просто принято политическое решение для того, чтобы эти арсеналы сокращать, ставить под контроль механизмы инспекции и так далее. То есть необычность данной ситуации состояла в том, что администрация Трампа, она упорно просто не хотела никаких договоренностей с Россией, принципиально, исходя из того, что американцы настолько сильны и настолько у них много-много финансовых, материальных и других ресурсов, что России за ними не угнаться. Но это ошибочное, конечно, суждение, но администрация Байдена подошла к этому вопросу более здраво. Да, да, вот наш посол в США Анатолий Антонов рассказывал как раз, что когда мы пытались вести эти переговоры с администрацией Трампа, там многие не понимали, собственно, чего мы от них хотим. И вот уже на второй день после инаугурации Байдена позвонил в посольство новый советник по нацбезопасности, помощник по нацбезопасности, и сразу же переговоры пошли, что называется, в конструктивном ключе. Вот об этом я как раз хочу спросить Андрея Александровича. Все-таки это говорит о том, что в американскую власть пришли большие профессионалы? И это тоже. Вообще сам факт того, что мы сейчас очень так подробно и активно обсуждаем проявление ДСНВ, это плохой показатель. Показатель того, как дела у нас тут не очень, потому что в нормальном мире это было бы всем само собой очевидно, его выбрали автоматически, никто бы не обсуждал, просто стороны обменялись нотами где-то еще осенью, и сейчас бы мы уже вели переговор о новом договоре, потому что действительно есть о чем поговорить и о чем подумать. Ну, Евгений Петрович правильно отметил, что республиканские администрации в принципе традиционно меньше считают, что ограничивать себя это хорошо, даже если вы ограничиваете и другую сторону в этой договоренности. Демократически более считают, что нужны все-таки какие-то рамки договоренности, ограничения, которые могут быть в интересах и Соединенных Штатов, и другой стороны. Поэтому действительно с администрацией Трампа было сложно вести переговоры, потому что администрация Трампа была бы не против, если этот договор с Н2 закончился, ничего бы на смену ему не пришло. Если твой визави на переговорах считает, что договор нужен тебе, но не нужен ему, довольно сложно эти переговоры вести, у тебя нет никакой рычагов для давления, поэтому, конечно, снимаю шляпу перед нашими дипломатами, которые фактически в районе года вот эту вот тяжелую ношу на себе несли. Администрация Байдена значительно более профессиональная, на всех постах, в отличие от администрации Трампа, во-первых, уже есть как минимум кандидаты, некоторые уже на своих местах работают, скажем, в том же Совете национальной безопасности, да и, в общем-то, в Госдепартаменте, в Пентагоне. Все эти люди с профильным бэкграундом, потому что, если мы вспомним администрацию Трампа, там вот главным переговорщиком в Госдепартаменте, все люди, которые становились, у них не было никакого вообще опыта с ядерными вопросами, это поменяется. И, в принципе, со многими этими людьми демократическими я пересекался на всяких треках 2, других конференциях вот за эти 4 года. И если почитать, что они пишут, если посмотреть, что они говорят, ну да, довольно все действительно конструктивно. Понятно, что не они и не только они будут эту политику определять, но, в принципе, там есть понимание, что и по ПРО в каком-то виде, в том или ином, нужно договариваться, что для России это важный момент, что нельзя это игнорировать. Там есть понимание, что смешивать Китай и Россию, пытаться сделать ее сторонний контрольный с вооружениями, вряд ли сработает. То есть по Китаю вопрос останется, но вряд ли его будут связывать с Россией. Там есть понимание, что по тактическому ядерному оружию это сложно. И, наверное, хотелось бы, но как к этому подойти, пока непонятно. Так что, если Евгений Петрович умеренно пессимистичен, то я, наверное, умеренно оптимистичен. Пессимистичная часть связана с тем, что любую договоренную следующую нужно будет артифицировать в Сенате. Вот сейчас мы могли продлить на 5 лет, американцам не нужно было ничего делать, и это поэтому прошло так относительно быстро, относительно гладко с их стороны, по крайней мере. Следующее нужно будет артифицировать. В Сенате большинства нужного у демократов никогда не будет, поэтому нужны будут республиканцы. И как вот с ними договариваться, это, конечно, большой открытый вопрос, но это, конечно, больше вопрос от администрации Байдена. Это все-таки их работа, разбираться с своим Конгрессом, как они уже там будут артифицировать. Что еще хотел бы добавить? Вот это вот быстрое и довольно безболезненное продление, несмотря на то, что я сказал, что оно такими должно было быть, но в нашей ситуации это хороший такой сигнал, позитивный. Это, во-первых, сигнал всем, скажем так, на Западе, что Россия, во-первых, заинтересована контрольным от вооружениями, готовы все самые нажатые сроки все сделать, необходимо, чтобы договор действовал. И это еще такой, наверное, сигнал, что если с Россией договориться, Россия держит свои обещания. И это хорошо, потому что у нас очень большая проблема с доверием, с тем, как вообще можно ли что-то, о чем-то друг с другом договариваться. И, наверное, то же самое, на определенной степени, и с Байденом сработало, потому что тоже он не стал там пытаться выкручивать нам руки, пытаться добавлять какие-то условия, хотя были люди в администрации, мы знаем этих людей, которые считали, что надо бы вот продлять не на пять, а поменьше, использовать как рычаг дальше. Не стали этого делать. Тоже, если Байден пообещал, вот в этом одном конкретном случае мы видим, что он сделал, что открывает возможность для каких-то дальнейших разговоров. Хотя бы понятно, что люди, которые эти вещи говорят, они за свои слова отвечают, и с ними можно о чем-то договариваться, потому что, напомню, с президентом Трампом при всех его добрых словах в адрес России, по-моему, ни одна из договоренностей, которые были заключены, в том числе с президентом Путина, в саммите Хельсинки, ничего из этого выполнено не было, но вот все считают, что президент Трамп такой замечательный. Но ведь администрация Трампа вполне себе классическую американскую дипломатическую карту разыгрывала, когда мы уже здесь это вспоминали, пытались призвать к переговорам и Китая, причем, видимо, вполне явно давали нам понять, что Китай как раз призвать должны были мы, но при этом американцы не готовы были поднимать вопрос того, что ядерное оружие есть и у их союзников, британцев, французов. И вот, Андрей Юрьевич, это ведь вполне себе классическое представление двойных стандартов, традиционных двойных стандартов, которые мы привыкли видеть от Госдепа и Белого дома. Так? Простите, двойные стандарты, заключающиеся в чем, с вашей точки зрения? В связи с тем, что вот нас призывают, именно нас призывают посадить за стол переговоров Китай, но при этом не поднимают вопросы того, что, при том, что, конечно, Китай можно считать в некой степени нашим союзником, но про военные блоки мы никогда с Китаем как таковы не говорили, несмотря на то, что у нас есть шоу, да, там и прочие вещи, а при этом не звали за стол переговоров другие страны НАТО, также являющиеся обладателями ядерного потенциала. Ну, действительно, с этой точки зрения позиция Соединенных Штатов и выглядит достаточно слабо, поскольку, если уж учитывать арсеналы всех ядерных держав, хотя бы пяти тех, которые являются ядерными державами и входят в договоры о нераспространении ядерного оружия, необходимо, безусловно, учитывать и французские, и британские ядерные силы, но тут для Соединенных Штатов, так сказать, особенно вот в период администрации Трампа, мне кажется, все было достаточно понятно, поскольку для них это не проблема, для них проблема Китай, соответственно, исходя из такого очень, я бы сказал, узкого и грубого понимания собственных интересов, вот, необходимо были решать те вопросы, которые являются проблемой для Соединенных Штатов, соответственно, и предложения, которые поступали из Соединенных Штатов, относились только Китаю, да, ну, и, естественно, вполне Россия отвечала на эти предложения так, как виделась проблема для России, то есть для России официально мы всегда говорили, что Китай это не является, ну, китайские ядерные арсеналы, это не такая проблема, которую стоит поднимать в российско-американских отношениях, а если уж поднимать проблемы ядерных арсеналов других стран, то всех вместе, поскольку для нас действительно Соединенные Штаты, Франция и Китай, как, простите, Франция и Великобритания, как члены НАТО, являются, их ядерные арсеналы, так сказать, являются проблемой. Вот, поэтому, мне кажется, здесь все достаточно понятно, здесь, ну, я бы сказал, не слишком дальновидная, но вполне такая конкретная политика Соединенных Штатов, в общем, понятно, и вряд ли она имела бы какие-то позитивные последствия. Понятно. Дмитрий, тоже вас хочу подключить к диалогу. Можно ли говорить о том, что в тупик Байдена в некой степени поставил, собственно, электоральный цикл США? То есть, он вступил в должность президента Соединенных Штатов, занял Белый дом, когда уже договор, собственно, подходил к концу, и, возможно, если бы не это, да, то есть, вот, не сжатые сроки, у администрации Байдена тоже могли быть какие-то претензии к договору и какие-то дополнительные условия для его продления. Да, я, пожалуй, могу согласиться с этой формулировкой. Лично я, на самом деле, до последнего времени был сторонником мысли, что вот сейчас Байден придет в Белый дом и все будет то же самое, никого продления не будет, будут новые претензии. К счастью, я оказался неправ, потому что договор все-таки нужный и полезный, и хорошо, что вы продлили. Но это не значит, что у нас будут теперь прекрасные отношения США, не то, что в принципе, а даже в части ядерных вооружений. Наверняка будут продолжаться какие-то вопросы, какие-то претензии. Мы знаем, что весь прошлый год, практически весь прошлый год в связи с пандемией, в рамках ДСНВ не собиралась двусторонняя конституционная комиссия, были резко ограничены инспекции, их, если не ошибаюсь, всего по две штуки вместо 18 прошло. Поэтому сейчас надеюсь, что оперативно все эти процедуры договорные будут запущены, а затем появятся и встречные претензии. То есть я не сомневаюсь, что у нас будет масса проблем, но контроль над вооружениями тем и замечательен, что он не направлен на какое-то идеальное решение, которое снимает все вопросы. Он дает инструмент, который позволяет эти вопросы решать в двустороннем, взаимоприемлемом формате. И я очень надеюсь, что наши переговорщики и с российской стороны, и с американской, и, скажем так, в ближайшее время начнут консультации по тому, куда двигать этот двусторонний и многосторонний, которые над вооружениями дальше. Потому что, в принципе, в тех заявлениях, которые были опубликованы в связи с продлением ДСНВ, уже указаны, скажем так, контуры, приоритеты наших стран. Как мне кажется, здесь есть о чем поговорить и можно найти точки соприкосновения. Да, но ведь президент России заявлял, предлагал продлить этот договор хотя бы на год, без дополнительных условий, не в том ключе, как бы давая возможность американскому эстеблишменту подготовиться, в том числе администрации Байдена. Почему вот это предложение, может быть, его могли, ведь они его принять, но так же не сделали? Тоже, опять же, чтобы не продемонстрировать, что идут на поводу Москвы? Мне кажется, тут могла сыграть злую шутку, скажем так, личностные характеристики американских переговорщиков. Увидев, что Россия подвинулась, скажем так, по поводу сроков, а также согласилась на заморозку арсеналов, всего ядерного арсенала, правда, без каких-то дополнительных мер, маршал Биллингсли и его коллеги, видимо, предположили, что можно давить дальше и додавить и по верификации и так далее, но они этого не смогли сделать. И очень забавно, что многие западные эксперты, скажем так, в разговорах между собой отмечали, что, в принципе, подход российский был абсолютно правильный, как минимум, не оставив трамповской администрации возможность выйти из договора. Евгений Петрович, ну вот, есть же вопрос еще и нашего нового гиперзвукового оружия, которое ставит под вопрос эффективность каких бы то ни было вообще систем продажи, да, и вот может ли вот вопрос этого оружия стать предметом торга теперь, да, в том числе вот через пять лет, когда договор СНВ, как мы уже говорили о том, что снова будут продлевать? Вы знаете, ну, здесь торг, он не совсем правильное слово, хотя, в принципе, конечно, все переговоры в области контроля над вооружениями это поиск взаимоприемлемых компромиссов. Да, действительно, у России появились некоторые виды вооружений, которых пока нет у Соединенных Штатов, но, правда, эти все системы разрабатывались как ответ на выход Соединенных Штатов из договора ПОПРО. Что я могу сказать? Вот если взять вот эти пять систем, то две из них Россия уже, ну, в общем-то, тут и согласия не требовалось, потому что, например, тяжелая ракета Сармат идет на замену уже стоящей на вооружении ракеты воевода украинского производства, Сармат проходит испытания, и где-то на будущий год планируется его принятие на вооружение. Естественно, эта ракета будет засчитываться в соответствии с потолками СНВ. Авангард, планирующий гиперзвуковой блок, тоже, естественно, будет засчитываться, потому что он будет использоваться как головная часть у Сармата. Другое дело, конечно, особенность нашего согласия заключается в том, что, как правило, сначала принимается система на вооружение, потом она в соответствии с положениями договора демонстрируется, показ нового, демонстрация нового типа это называется, противоположной стороне, и после этого она, естественно, засчитывается. Мы уже заранее, не приняв Сармат на вооружение, согласились, что да, пусть считается. Что касается трех остальных, то здесь вопрос, конечно, труднее, потому что кинжал это гиперзвуковая ракета, которую никак нельзя отнести по дальности к стратегическим системам. То, что там у нее носитель МиГ-31, который может подойти к зоне ПВО, пустить, это все лирика. По определению, ну, никак эта система не может считаться стратегическим наступательным вооружением. Если американцы хотят считать, ну, хорошо, тогда мы знаем, у американцев тоже есть программы, несколько программ создания гиперзвукового оружия, рано или поздно они будут приняты на вооружение, то есть американцы должны, естественно, ограничить и что-то свое, односторонних ограничений. Я лично, ну, теоретически можно такое допустить, но это было бы чисто политическое решение и выпадающее из общей практики. Буревестник я уже отметил, вот эта крылатая ракета с ядерной силовой установкой, посмотрим, она проходит испытания, но тоже у американцев они отказались в свое время и постоянно заявляют, что они не будут возобновлять эту программу, ну, тоже, опять же, должны что-то предложить взамен. И самое главное это Посейдон. Посейдон это, так сказать, ну, либо дрон, либо торпеда, как называют его американцы. Никогда еще морские вооружения не попадали под ограничения. У американцев такой программы нет, я не заявляю, что, ну, действительно, им она, в общем-то, не нужна. Целей нет для поражения такой системы. Должны что-то предложить взамен. Ну, вот я, например, меня, вот у них есть орбитальный беспилотник X-35 и компания Boeing. Они заявляют, что это, так сказать, совершенно мирная система, а я этому не верю. Почему это не может быть превращено в ударную платформу? Почему это не может нести какие-то вплоть до ядерного оружия? Поэтому, может быть, вот мы остановим программу создания подводного дрона, они откажутся от развертывания орбитальных беспилотников, потому что космос это одна из наших основных озабоченностей наряду с ПРО. Ну, то есть, предстоят, конечно, дискуссии, поиск компромиссов, посмотрим, что из этого получится, но пока я еще раз повторю, вот, когда будут озвучены более-менее в публичной сфере позиции сторон, что хотят американцы, что хотим мы, потому что эти переговоры, это не просто вот узко о СНВ, это переговоры о снятии наших озабоченностей, у них озабоченность там, у них одни озабоченности, у нас другие озабоченности, американцы почему-то считают, что вот они вот про это священная корова, двухпартийный консенсус, обсуждение не подлежит, так же, как и космос, но это не метод ведения переговоров, предъявления ультиматума, ну, а для нас священная корова, например, наши новые типы вооружения. Да, все, что вы тоже верю, да, вот по словам наших дипломатов, одним из камней преткновения в этот раз был вопрос о количестве совместных проверок вооружения, как вот вам кажется, Евгений Петрович, почему? Или этот вопрос возникает всегда? Нет, вы знаете, давайте сразу определимся, что контроль над вооружениями это не доверие, это не вопрос доверия, это вопрос обмена информацией и верификации. Поэтому есть доверие, нет доверия, раз договор есть и стороны его соблюдают, естественно, мы проверяли. Но вопрос проверки возник в основном по отношению к нестратегическому ядерному оружию. Вот когда американцы выдвинули, давайте заморозим уровни, то сразу возник вопрос, уровни чего? Ага, всех боезаряда, всех боезаряда, включая нестратегическое. Следующий вопрос, но естественно, нужно контролировать, а вот как контролировать? Это сложнейший вопрос, потому что у нас, например, все боезаряды нестратегические находятся на складском хранении. Нет опыта ни у России, ни у Соединенных Штатов контроля боезарядов на складском хранении. Просто не было такой практики. Еще можно, так сказать, на развернутых носителях можно, у нас есть практика контроля наличия боезарядов на платформах, а вот на складском хранении нет. И как это сделать? Сейчас существуют какие-то теоретические модели, но они либо технически невыполнимы, либо настолько финансово затратны. Если брать, например, пример договора РСМД, когда наша группа сидела на заводе в Магнии, а они сидели на заводе в Воткинске и контролировали процесс уничтожения ракет, и применить это к складскому хранению боезарядов, там было два объекта, а здесь их могут быть десятки, и везде должны сидеть эти группы, это нереально. Плюс у американцев часть боезарядов, их 200 боезарядов расположены в европейских странах на авиабазах, значит, нужно допустить наших инспекторов на эти авиабазы, посмотреть ангары. Сразу мне вспоминается наша дискуссия по ПРО, когда американцам говорили, а вот поляки с чехами против, чтобы вы, так сказать, там присутствовали, так же и здесь могут сказать, а вот итальянцы и голландцы против, или голландцы скажут, а мы тоже тогда хотим ваши объекты инспектировать, с какой стати, ну, то есть, я говорю, тут такой комплекс проблем, что, я вот, я говорю, тут пяти может лет не хватить только на решение этого вопроса. Ну, действительно, тогда, может быть, система контроля, она уже устарела, Андрей Александрович, вот сейчас есть же достаточно много технологий новых, да, и от дронов, и до простых вот камер, которые сейчас у нас повсюду, может быть, вот система контроля может стать тем предметом переговоров, который продвинет эти договоренности? Система контроля над вооружениями, как Дмитрий сказал, это инструмент, она нужна для чего-то, нет никакой абстрактной системы контроля, поэтому, если вас интересует стратегическая ядерное оружие оппонента, у вас есть замечательная система контроля, которая показала себя хорошо работающей, начиная с 72-го года. Если вас беспокоит, условно говоря, ракета и средняя меньшая дальность оппонента, опять же, у нас есть замечательная система контроля, с которой мы тоже знаем, что делать, как она работает. Другой вопрос, если вас интересуют вещи, которые контролю никогда раньше не поддавались, или у вас есть какие-то вещи, которые по тем или иным политическим причинам не могут сейчас контролироваться, а в этом традиционном, уже привычном для нас виде, тогда действительно надо вырабатывать новые какие-то механизмы, новые договоренности. Хочу напомнить, что российская вот эта вот идея, то, что мы передавали американцам о том, что нужно выработать новое уравнение безопасности, где будут включаться стратегические наступательные, стратегически оборонительные, неядерное оружие, она, в общем-то, и подразумевает, судя по всему, такую какую-то зонтичную структуру, когда у нас будет не один большой договор, у нас будет несколько разных договоренностей, будет, может быть, новый договор СНВ, будет отдельная договоренность по ПАПРО, будет отдельная договоренность какая-то, скажем, по ракетам средней и меньшей дальности. Опять же напомню, что мы предложили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира американцам. И этот мораторий, судя по всему, не предусматривает договоренности юридические обязующие, мы не собираемся включать договор. Это вот такая просто политическая договоренность, и Россия на нее согласна. Поэтому, я бы сказал, так не стоит критиковать то, что работает. Там, где контрольное вооружение исправляется, не стоит чинить то, что не сломано. Там, где возникают новые вопросы, нужно садиться и думать, как их решать. Если есть политическая воля, обычно наши переговорщики всегда находили, как это оформить. Действительно, сейчас вы вспомнили другие договоры, и действительно, СНВ-3 это же не единственный договор в архитектуре, не единственный тот камень в архитектуре мировой безопасности, который существует. И вот, Дмитрий, Вашингтон уже все остальные камни, что называется, разбросал. Вышел из ДРСМД, договор по открытому небу тоже сейчас, в общем-то, ну, как мы говорим, не существует без Америки, а Америка из него вышла, и вот сейчас в отношении последнего, хотя, в принципе, тоже уже пошли разговоры о том, что Вашингтон должен в них вернуться, и в том числе со стороны Вашингтона идут эти разговоры, как вам кажется, Байден с большей степенью аккуратности смотрит на безопасность? Я думаю, дело в том, что Байден и люди в его администрации ценят контроль над вооружениями как инструмент обеспечения собственной национальной безопасности, безопасности США, безопасность американских граждан, безопасность американских союзников. То есть безопасность можно обеспечивать самыми разными способами, но практика показала, что с появлением ядерного оружия контроль над вооружениями, наверное, это очень ценный инструмент, потому что в противном случае мы сваливаемся в гонку вооружений, сваливаемся и приближаемся к угрозе реального применения ядерного оружия. Поэтому я думаю, что есть возможности для поиска каких-то новых форматов. очень хорошо, что Андрей упомянул зонтичную структуру. Я тоже разделяю этот подход. Я полагаю, что по разным вопросам могут быть разные темы договоренностей. И говоря о нашем моратории, который предполагается политически обязывающим, при этом надо отметить, что в официальных российских заявлениях указано, что может быть некая верификация наличия, отсутствия, скажем так, ракет с средней меньшей дальности. И это очень важная инновация, как мне представляется, потому что до последнего времени российский подход был, что сначала мы договариваемся о том, что мы проверяем, что мы ограничиваем, затем придумываем, как это проверять, и после этого уже вырабатываем механизмы. Здесь же мы видим как бы инициативу, которая сразу предусматривает какие-то проверочные мероприятия. И поэтому я надеюсь, что будет принято решение о том, что в принципе можно с амферикациями со всеми остальными начинать говорить об инструментах верификации еще до того, как появятся конкретные договоренности. Хотя, конечно, это будет очень серьезным отходом от традиционных российских позиций. Но следующим шагом можно дать возвращение в дом? Я думаю, что это не так просто, как хотелось бы, потому что это очень сильно зависит от того, как в США будут проходить внутренние процедуры. Есть мнение, которое нельзя сказать, что очень мейнстримное, но есть мнение, что в принципе это может быть очень простой процедурой, потому что фактически выход из ДОН противоречил законодательно закрепленным требованиям Конгресса. Но не факт, что это так сработает, и они смогут быстро вернуться. В противном случае ратификация ДОНа и так далее это будет очень сложной процедурой, тем более, что в США все-таки очень многие люди считают, что этот договор в нынешнем виде совершенно не нужен. Ну и после сегодняшних заявлений Байдена внешней политики тоже очень не похоже, что это был какой-то шаг к сближению с Россией. Андрей Юрьевич, как вам кажется, все-таки последует ли за нынешним договором те, которые были разорваны ранее? Разорванные ранее договоры уже можно оставить, я думаю, в прошлом, за исключением, может быть, тех, которые еще полностью не исчезли, вот как договор по открытому небу. Даже после выхода Соединенных Штатов договор все-таки еще существует. Я не думаю, что можно вернуться к договору по ракетам средней и меньшей дальности. Тут слишком много сложностей сохраняется и просто физически его восстановить на мой взгляд уже не удастся. Но мне кажется, что вот и Дмитрий и Андрей Александрович уже на этот счет высказались, я могу только присоединиться к их мнению о том, что все эти озабоченности, связанные с исчезнувшими договорами, могут быть как-то учтены в будущих переговорах и просто фактическое продление не юридическое, а фактическое продление СМВ-3 через пять лет оно вряд ли возможно. То есть просто взять, оставить все те же условия, те же параметры, тот же набор вооружений, который там зафиксирован, и на этой основе создать какой-то новый договор, вот это вряд ли получится. То есть все равно придется учитывать озабоченности и российские, и американские, они у нас разные, и они связаны и с новыми вооружениями, и с договорами, которые уже прекратили свое существование, и поэтому безусловно в будущих переговорах, которые по всей видимости последуют, все эти вопросы будут решаться, но решаться уже по-новому, не так сказать возвратом к предыдущим договорам. Андрей Александрович, а вы верите в то, что вот американцы наши опасения по поводу договора об открытом небе услышат нынешнюю администрацию? Ну, договор об открытом небе на самом деле это замечательный договор, но это договор наверное все-таки из немного другой эпохи, когда договор под открытом небе заключали в 92-й год и потом принимали это было конец 90-х, начало 2000-х и потом вступал в силу, он все-таки был в контексте вот этого неделимой безопасности Европы от Ванкувера до Владивостока практически, ну, понятно, что ограничены Уральскими горами и Атлантикой, но договор по открытому небу в военном, чисто военном плане он не имеет невероятно большого значения. И у американцев и у нас есть спутники, которые могут в общем-то большую часть того, что делать самолет скрытого неба снимать. И в общем-то никаких вот таких невероятных потерь в плане безопасности ни для нас, ни для Америки выход из него не несет. Именно поэтому, наверное, администрация Трампа так из него легко и вышла. И главное, почему вообще договор кому-то нужен, это был вот американские союзники, у которых нет таких спутников, которые больше переживают за безопасность в Европе. но в целом национальная безопасность ни России, ни США сильно не пострадает. Но этот договор был очень важен, потому что это был один из немногих состоящихся механизмов взаимодействия наших военных в Европе. мы летали совместно на самолетах, мы совместно планировали эти полеты, мы сертифицировали самолеты друг к другу, летали друг к другу. И это становится все меньше и меньше, и, конечно, безопасность от этого не улучшается. Но я хочу сказать, что вот это вот был такой остаток вот той оптимистичной, может быть, больше Европы, безблоковой, что завершилась холодная война, но у нас вот, видимо, не завершилась все-таки холодная война, и как, и насколько эффективен и может вообще существовать в мире противостояние великих держав такой договор, это, конечно, большой вопрос. Я бы хотел, чтобы он, конечно, остался, но боюсь, что все-таки придется нам остаться без него. Ну, допустим, да, как вы говорите, Дон может быть и не столь важен, но вот, Евгений Петрович, а как вам кажется, что может быть, ну, что может прийти на смену ДРСМД? Знаете, ну, во-первых, давайте я все-таки скажу свое мнение по поводу договора открытого неба. Я немножко не согласен вот с Андреем, который говорит, что это, так сказать, отживший договор, что это в основном носило такой ритуальный смысл, и все может быть компенсировано за счет спутниковой группировки. Не может. Еще раз повторяю, все-таки со спутника, особенно если плотную облачность, много не увидишь. Поэтому полеты в рамках договора открытого неба по согласованным маршрутам, над согласованными объектами, это все-таки несколько иное, чем визуальная разведка с помощью спутников, разведспутников. Во-вторых, договор открытого неба работает в тесной связке с венским документом. Учитывая, что многие положения венского документа не настолько устарели, что вообще не соответствуют никаким реалиям. Дон являлся определенным компенсирующим инструментом для того, чтобы все-таки отслеживать военную деятельность на европейском континенте в реальном масштабе времени. Поэтому, конечно, особенно для европейцев, у которых, кстати, нет спутников своих, Дон являлся очень хорошим инструментом для того, чтобы быть в курсе, что делается на территории Российской Федерации. Для нас тоже и в отношении американских объектов в Европе, да и, соответственно, континентальной части Соединенных Штатов это тоже был неплохой инструмент. Будет ли он продлен, не знаю. Да, я согласен, что есть варианты, что там юристы сейчас работают над тем, что были нарушены процедуры и Трамп необоснованно вышел. Если вопрос коснется ратификации, то это, конечно, путь никуда. Я помню нашу ратификацию. 10 лет нам понадобилось, чтобы я представлял от Министерства обороны этот договор в 2002 году и помню такое яростное сопротивление очень, особенно фракции коммунистической партии, которые считали, что это вражеский разведывательный договор, то же самое и в Соединенных Штатах. Поэтому я думаю, что это нереально. РСМД, думаю, все. Договор РСМД, конечно, он прекратил свои действия и восстановлен в том виде, в котором он был подписан и действовал, это нереально. Во-первых, конечно, ситуация другая, уже не 1987 год, и согласиться на то, что, например, ограничиваются только ракеты средней и меньшей дальности, крылатые ракеты, только наземного базирования, я думаю, Российская Федерация в настоящее время не пойдет. Надо так ограничивать и морские, и ракеты воздушного базирования. Тогда у нас не было таких ракет. Сейчас они у нас, ну, вернее, были, но в ограниченном количестве. Сейчас появились калибры у нас, ракеты хорошие воздушного базирования. Не знаю, нужно ли нам их ограничивать. Это надо, чтобы Генеральный штаб, так сказать, очень четко оценивать. Плюс азиатская часть. Ведь американцы вышли из этого договора не потому, что там у нас появилась какая-то новая ракета для Искандера. Это предлог. Их интересует Азия, их интересует Китай. Заключить договор и ограничить только европейской частью, но это несерьезно. Поэтому единственное, что может быть в рамках РСМД, это действительно согласовать какие-то политические решения по неразмещению. Хотя и здесь есть подводные камни, если мы не можем размещать их в европейской части, то где нам их размещать? А что на это Китай с Японией скажут? Но Китай-то американцев не интересует, а вот японцы, конечно, могут обидеться на своего главного союза. Поэтому не все так просто. Да, безусловно. И в этом смысле есть еще один договор, из которого вышел Трамп, да, это по иранской ядерной сделке. Вот, Андрей Александрович, как вам кажется, ну, собственно, уже есть сигналы о том, что в нынешней администрации Байдена, вернее, его готовы уже рассмотреть, да, все-таки, как вам кажется, здесь Байден будет готов вернуться в эту сделку? Ну, Байден сказал уже еще своей предвыборной кампании, что он планирует вернуться к соглашению о иранской ядерной программе, и это подтверждали и его министры, и пока они были, назначались, и уже не были назначены. В общем-то, есть в целом такое понимание, что к ней, наверное, нужно возвращаться. СРПД заключались при президенте Обаме, когда Байден был вице-президентом. Ну и, в общем, как я уже сказал, это есть неплохой пока, скажем так, трек-рекорд у администрации Байдена, если она обещает что-то сделать, она это делает. Поэтому, наверное, можно ожидать, по крайней мере, попыток вернуться в СРПД. Сейчас очень много идет дискуссий по тому, как именно это нужно оформлять. США говорят, что Иран должен вернуться к своим обязательствам, после чего США вернутся к своим. Иран говорит, что нет, сначала США должны вернуться, а потом Иран вернуться к своим обязательствам. Но, опять же, мы все это примерно уже проходили, когда только согласовывался с ВПД, там сначала был совместный план действий, такой промежуточный, и потом, когда СВПД вступал в силу, там тоже был, скажем, такой период, в рамках которого объявлялось, что и та, и та сторона к своим обязательствам уже вернулись, но фактическое воплощение, реализация, оно занимало определенное время, и они уже в своей последовательности дела делали, и в общем, у нас есть опыт, как это все можно сделать. Сейчас, насколько можно судить, идет дискуссия в этом позе между США и их союзниками. Байден тоже пообещал, что он будет сильно с союзниками взаимодействовать. Есть, конечно, союзники, которые против этого возвращения, Израиль, в частности, партнеры США в Персидском заливе, но есть, конечно, союзники, которые очень взаимы, союзники США по НАТО, это Великобритания, Франция, Германия, которые все вот эти вот годы при Трампе делали все возможное, чтобы договор сохранить. Так что сейчас, я думаю, эти консультации завершатся, и в течение ближайших пару месяцев я бы ожидал активных действий по поводу возвращения США в СВПД. И опять же хочу напомнить, что когда эти были переговоры в первый раз, то довольно долгое время шли тайные, параллельные американо-иранские переговоры в Омане, я бы, честно говоря, вообще не удивился, если бы подобные переговоры идут уже и сейчас, просто про них мы узнаем, когда об этом журналисты напишут через, не знаю, полгода. Дмитрий, а вам, как кажется, появятся какие-то новые дополнительные условия по иранской ядерной сделке? Слушай, а теперь? Ну, традиционная озабоченность, которую высказывают и в США, и американские союзники, это то, что иранская ядерная сделка никоим образом не ограничивает ракетную программу Ирана. Ну, собственно, она и не должна была ограничивать, это было одно из условий. При этом у Ирана ракетная программа развивается весьма стремительно. То есть, большие достижения у них сделаны, причем они в том числе и наглядно продемонстрированы год назад во время удара по базе на территории Ирака с американскими и военнослужащими. Успешные испытания проходят. Это та тема, которая, безусловно, волнует и США, и их союзников, но в то же время, как минимум, в формате возвращения к СВПД это будет, что называется, ядовитой таблеткой, потому что, если перед Ираном поставят такое условие, СВПД никакого не будет, и мы проснемся в один прекрасный день с полноценным ракетно-ядерным Ираном. Поэтому надо возвращаться в СВПД, а после этого искать какие-то многосторонние форматы, если не ограничения, если не сокращения, то, по крайней мере, ограничения ракетной деятельности, развития ракетной технологии. Это очень сложно, потому что ракеты сейчас в том числе и в первую очередь в ядерном оснащении развиваются очень многими странами мира, являются весьма и весьма эффективным оружием, как оружием поля боя, так и оружием сдерживания. Но, тем не менее, эту тему надо как-то, что называется, копать, надо искать какие-то форматы. Начать можно, например, с уточнения положений многосторонних режимов нотификации, уведомлений о пусках, об испытаниях, о характеристиках. Это достаточно простой инструмент, инструмент работающий. Есть ГАГС и кодекс поведения, который охватывает весьма большое число стран. Есть двухсторонние договоренности между Россией и США, между Россией и Китаем об уведомлениях. Начать, например, возвращаясь, скажем так, к большим ядерным державам, начать с такого режима уведомлений для ядерной пятерки, как мне представляется, достаточно политически дешевый, если позволить, шаг, который продемонстрирует настрой на поиск лишений. Политически дешевый, но ведь СНВ в том числе, это достаточно дорогое удовольствие, держать ядерное оружие с обеих сторон. Евгений Петрович, как это может отразиться на военных бюджетах теперь? Мы вас не слышим? Да, извините. Я думаю, на военных бюджетах это не должно отразиться. Я еще раз повторяю, что все программы по содержанию ядерного оружия, модернизации ядерного оружия и в Соединенных Штатах, и у нас, у нас немножко с опережением выполняются. Все программы профинансированы, учтены в бюджетах, и самое главное, все они осуществляются в рамках тех лимитов, которые накладывает договор. Поэтому, вот если бы не было договора, тогда бы, конечно, ну вот у нас, например, было обоснованное опасение, что если бы договор не был продлен, американцы бы сразу бы дозагрузили свои платформы, потому что, в принципе, сейчас, вот, например, тот же Трайден, в зависимости от мощности боезаряда, можно там от 10 до 14 боезарядов разместить. Сейчас у них 6. Минитмен можно 3, сейчас 1. То есть, они спокойно могли бы со складов переместить, это загрузить в свою платформу. Это не очень дорого, но, конечно, это было бы, так сказать, такой предтечей для наращивания и с нашей стороны. А сейчас, раз договор продлен, то все будет идти, так сказать, хотя я согласен с вами, что вообще ядерное оружие это не дешевое удовольствие, так же, как, кстати, противоракетная оборона. Но мы вынуждены идти, потому что ядерное сдерживание никто не отменял, и это основа стратегической стабильности, поэтому приходится, и мы будем нести эти расходы. Понятно. Ну и вот последнее, о чем я хочу узнать у вас, у всех. Знаю, что вот некоторые из наших экспертов сегодняшних накануне обсуждали вопрос об СНВ-3 в рамках дискуссионного клуба «Валдай». И вот эксперт этого клуба, Рацион Департамент Политики и Международных Отношений Университета Лестера Эндрю Фаттер, не знаю, знакомились ли вы с его этим трудом, считает, что мы вступили в третью ядерную эру. Это вот когда на безопасность уже влияет не гонка вооружений двух стран, да, или нестабильность в том или ином регионе, но развитие технологий. И вот в этой связи у меня вопрос к вам всем. Каким вам видится будущее договора о стратегических наступательных вооружений, и будет ли он существовать через пять лет? Евгений Петрович, с вас, наверное, тогда и начнем. Я думаю, что, я надеюсь, что удастся найти компромиссное решение. Договор, я думаю, должен существовать, и опять же повторяю, если не будет никакой договоренности, то не будет никакой стабильности, будет просто такая непредсказуемость и определенная гонка вооружений. Другое дело, как удастся договориться по этим системам, но это вопрос уже переговоров и учета взаимных озабоченностей сторон. Потому что все существуют мнения, есть у нас целый ряд экспертов, которые считают, что вообще arms control себя изжил, и время политических договоренностей. Но политические договоренности, вы же понимаете, что политическая договоренность, она совершенно не обязательно, ну то есть Трамп пришел, он из юридических обязывающих документов легко выходит, а уж политические, я помню, когда мы в 2002 году, я со своими партнерами американскими в рамках группы по стратегическим вооружениям начал что-то говорить про договоренности Клинтона и Ельцина, они мне сразу, мой визави мне сразу сказал, забудьте Ельцина. А я говорю, а как же преемственность, как же там последовательность, все отменяется. Но я, правда, ему тоже ответил, когда он мне начал, я говорю, забудьте Клинтона, забудьте Ельцина. Вернее, он мне сказал, забудьте Клинтона, а я ему сказал, забудьте Ельцина. Но на этом мы и сошлись. Поэтому политические договоренности, как основа контроля над вооружениями, это ни о чем. Евгений Бужинский, председатель Перцентра, вице-президент РСНД. Андрей Павлов, руководитель магистрской программы стратегическое исследование СПБГУ. Вы как видите СНВ, будущее, договоры СНВ-3? В ближайшие пять лет будем надеяться точно так же. А вот дальше, на мой взгляд, будущее вообще договоров такого типа, оно, так сказать, недостаточно ясно. Мне кажется, что, по крайней мере, в том же виде, в котором СНВ существует сейчас, следующий договор, наверное, существовать не может, поскольку придется учитывать развитие этих технологий военных, развитие политической обстановки и действительно даже тело оружия, ну, тот набор, который традиционно включался в ограничения по СНВ, в общем-то, уже не устраивает ни Россию, ни Соединенные Штаты. Соответственно, необходимо договариваться о том, какие именно вооружения войдут в следующий договор и, по всей видимости, их спектр, так сказать, уже должен быть расширен. А это вопрос очень сложный, технически сложный, с точки зрения военной стратегии очень сложный и, конечно же, если будет политическая воля, а вот мы видим сейчас, по крайней мере, кажется, есть политическая воля сохранить двусторонние там остатки, по крайней мере, или основу, скажем так, двустороннего режима контроля над стратегическими вооружениями. Если будет политическая воля, это две трети в дело, но иногда даже при наличии политической воли какие-то технические вопросы могут очень серьезно осложнить выработку соглашений, и, тем более, в ситуации современной, ситуации достаточно серьезно ухудшающихся отношений общих между США и России и это нельзя сбрасывать со счетов, нельзя сбрасывать со счетов, поскольку общая политическая обстановка очень серьезно влияет и на развитие договоренностей по стратегическим вооружениям, так что я тут где-то между умеренным пессимизмом и умеренным оптимизмом, двух коллег, которые уже по этому поводу высказались. По крайней мере, возможность такая есть сохранить эту основу, на мой взгляд, политическая воля есть, но трудностей и сложностей здесь очень много. Понятно, спасибо большое. Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД Россия. Вот все-таки, Андрей, будут влиять современные технологии на будущее договоров по ядерной безопасности? Временные технологии обязательно будут влиять на перспективы договоров, но хочу напомнить, что мы все-таки не первое десятилетие этим переговорами занимаемся, не первый раз появляются новые военные технологии. Если посмотреть, как у нас было в 70-е, 80-е, когда появились крылатые ракеты и начали широко распространяться, тоже было очень много разговоров о том, что ну все, конец контроля над вооружением, как их проконтролировать, и они на радарах ты их не заметите, они летят незаметно и потом тебя атакуют, так что на этом все закончится. Ну, как оказалось, можно что-то с ними сделать. Когда появились ратляемые головные части боеголовок, тоже было много разговоров о том, что все это новое, все полностью изменится технология, но тоже оказалось, что можно и это включать договоры по контролю над вооружениями. То есть, да, конечно, мир стал сложнее, мы ни разу не касались кибервопросов, по большому счету, целая своя бездна вопросов, как это на все влияет, но, как я уже говорил, в общем-то, для этого есть переговоры, для этого есть в России и в США технические специалисты, которым платят зарплату за то, что они об этом думают, есть экспертное сообщество, представители, которые вы видите перед собой, которые тоже, в общем-то, думают обо всем этом. Я думаю, что можно, можно все еще договариваться, поддерживаю Евгения Петровича, что не политическими договоренностями и едиными, это может быть одна из вставляющих вещей, наверное, не главное, но где-то она тоже может быть полезна. Спасибо, Андрей. И Дмитрий Степанович, научный сотрудник Центра международной безопасности МОРАН, вам как видится будущее договоров о ядерной безопасности? Что мы получим через пять лет? Ну, хочется, что через пять лет мы будем радоваться, что у нас сохранился ДСНВ и радоваться, что подписано новое соглашение и мне представляется, что все-таки продолжится движение от контроля конкретных систем к контролю угроз, скажем так, потому что даже в докринальных документах в России, в США одной из ключевых угроз названа подрыв способности нанесения ответного ядерного удара. Неважно каким способом, а это можно сделать сами разными способами. И вот поиск каких-то договоренностей, которые будут скажем так не ограничивать только железо, но в том числе и ограничивать подходы, ограничивать то, как это железо развернуто, ограничивать какие операции планируются с использованием всего спектра современных вооруженных конфликтов. Вот в этом направлении, мне кажется, и должно пройти движение и именно в этом случае мы сможем рассчитывать на сохранение стратегической стабильности, сохранение управляемости в сфере международной безопасности. Да, будем в это верить, но, как мы видим, поговорить есть еще о чем, поэтому наверняка еще увидимся на нашей площадке, пока же благодарю всех экспертов, спасибо и до встречи на площадке известий. Спасибо. Спасибо.